Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбек невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. В жизни каждого человека наступает такой период, который мы называем старость. Старость, осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Осень жизни — это время плодов, время, когда подводится определенный жизненный итог. И так важно, чтобы к этому времени человек уже ясно понимал систему координат. Потому что старость — это время мудрости. Мудрость — это не что, где, когда, это не энциклопедичность, когда человек может, ну, как компьютер, быстро, там, за несколько секунд найти ответ на какой-то, ну, абсолютно бессмысленный, пустой, ненужный вопрос. Он с жизнью, с практической, никак не связанно. Это так, просто игра разума. А мудрость — это когда человек умеет различать добро и зло и выбирать добро. И вот опыт жизни, опыт духовной жизни — это как раз то сокровище, за которым всегда к пожилым людям, ну, в традиционных культурах обращалась молодёжь. Потому что у старика у него всё должно быть вот это, как это, по шкале ценностей. Это имеет значение для вечности, а это пустое. На этом даже не стоит тратить драгоценное время жизни. Ведь, слава Богу, у нас в приходе есть несколько, наверное, десятков пожилых людей, там, от 70 до 87 лет, которые являются украшением прихода. Да, украшением прихода является, ну, не молодёжь. Молодёжь, у неё ещё всё впереди. То есть это только какие-то зелёные побеги. А именно когда человек прожил жизнь и сохранил себя в церкви, в вере, в желании быть Господом, не впал в уныние, в печаль, когда человек, как вот есть история в Евангелии, сагбенная женщина, 18 лет была связана недугом, и вот она каждый раз приходила и слушала священное писание в синагоге. То есть её любовь к Богу, любовь к вере была настолько сильной, что она превозмогала свою боль, свою немощь, может, старость, и приходила. И вот в пожилом возрасте это гораздо сложнее, чем когда человек бодр и весел и здоров. И вот у нас есть такая сестра милосердия, и неделю назад исполнилось 80 лет. Елена Фёдоровна Смирнова. Дай Бог ей доброго здоровья. Уже около 20 лет она является сестрой. То есть это такой наш первый призыв. Пришла она в сестричество, ну, ещё такая полна сил и энергии, только что вот оказавшись, а даже ещё не на пенсии, она продолжала работать и уже доброволела в сестричестве. И вот 20 лет, как один день пролетели. Понятно, много что изменилось и в физическом, и в душевном плане. Но каждое воскресенье Елена Фёдоровна с компрессорного района на общественном транспорте приезжает на богослужение на ВИС в Успенский собор. И это подвиг, подвиг любви к Богу, к общине. Это прекрасно, что женщина, она не одинока, хотя в как бы физическом плане родных и близких нет, но семьёй стала сестринская община, стал приход. Вот. И для одинокого человека это огромная всегда поддержка и опора, эмоциональная, материальная. Это душевное утешение, потому что человеку важно, чтобы его любили, ему верили. Важна значимость ощущать, важно внимание какое-то, просто человеческое. Позвонить, спросить, как у вас дела, как здоровье. Знать, что если что-то из ряда вон выходящее случится, ты не останешься одна в квартире. Пожилые люди — это удивительное украшение, особенно когда они приобрели вот этот дар мудрости, какой-то взвешенности, вдумчивости, тихости внутренней, молитвенности. И если в приходе таковы и есть, всегда молодёжи можно сказать, ребята, вот вам порой как-то себе жалко, вы думаете пойти в храм на богослужение, не пойти, поспать, отдохнуть, пожалеть себя. Ну вот посмотрите на мать Пелагею, вот ей 87 лет, она на каждую службу приходит. Ну скажите, а чем ей ещё заниматься? Ну чем занимаются? Чем занимаются в основном старики? Ну смотрят телевизор, занятий-то ведь много можно найти, сидеть на лавочке, всех обсуждать, там кастрюлями звенеть, там митинговать. Много чем можно заняться в эти годы, теряя свою жизнь, а можно молиться Богу, за своих родных, за нашу страну, за патриарха. Можно эти последние годы жизни превратить, ну, в какой-то вот этот плод, реальный плод прожитых лет. Дай Бог здоровья всем пожилым, Успенского прихода, и не только нашего прихода. И дай Бог им всем мудрости, мудрости, приобретённой от молитвы и от жизненного опыта. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!